Добрый вечер, магнитогорцы! Поговорим мы сейчас о приятном, о туризме. Обсуждать будем предстоящий летний отдых и предстоящие майские каникулы. Где вы будете отдыхать и почему? Поедете в Турцию, а может быть будете отдыхать на собственной даче. Почему именно так планируете провести свой отдых и предстоящие майские каникулы? Поделитесь с нами, поделитесь с нашими телезрителями и позвоните и все это расскажите по номеру 35 55 00. Ну вроде бы казалось бы, да, что туризм сейчас уже такое явление круглогодичное, поэтому уже не столько оно зависит, скажем так, от летнего отдыха, например, или от отпусков. Но тем не менее, как ни крути, все-таки как только приогревает солнышко, мы начинаем активно думать о том, куда можно поехать, как провести отпуск. Ну и обо всем по порядку. На студии Ольга Сорокина и Юлия Колганова, старший менеджер и Пегас-туристик города Магнитогорска. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Начнем мы, конечно же, с международного туризма. Ценники сегодня кусаются. И вот я так понимаю, что действительно ли этот отдых становится менее доступным и для магнитогорцев в том числе? Или я ошибаюсь? Не совсем с вами соглашусь. После пандемийный период все больше стран открываются, учащается полетная программа, самолетов становится все больше. Цены достаточно приемлемы. Особо в начале сезона, допустим, если говорить об апреле или мае месяце. Июль-август, конечно, цены уже выше значительно. Лучше воспользоваться ранним бронированием в этот период. Ну вот про бронирование. Актуально ли сегодня? Это и востребовано ли у горожан? Конечно. Именно система бронирования. Да, конечно. Бронирование всегда будет и останется актуальным, потому что, доверяя нашему профессионализму, туристы приходят к нам, доверяют свой отдых. Это самое ценное, зачем они работают круглый год. И раннее бронирование, и любое бронирование, оно будет востребовано, потому что, зная место, куда хочет улететь турист, мы подскажем то, что нужно именно ему. А как вы считаете, иногда так бывает, что человек как-то спонтанно собрался и начинает метаться. Все-таки выбор с заранним бронированием, если экономически подходить к этому вопросу, как лучше подойти к этому или все-таки в последний момент и попытаться схватить какой-нибудь горячий тур? Может ли такое быть? Нет, все-таки в реалиях нашего современного времени более выгодно будет раннее бронирование однозначно. Мы все-таки планируем, да? Потому что отельеры выставляют большие скидки, распродажи на отели именно заранее. Они уверены и знают, какой объем туристов к ним приедут. Горящий нельзя исключать, поскольку мы все-таки живем в таком регионе, у нас три города вылета рядом, Челябинск, Куфа, Екатеринбург, что-то будет, но, как правило, это остаются отели невысокого качества, скажем, и горят именно цены на авиаперелеты, а не на сами отели. То есть при бронировании все-таки можно сэкономить? Можно ли так? Конечно, однозначно, да, 100%. Куда можно будет полететь этим летом и на каких условиях? И остались ли условия прежними? Посещение Турции, Египта, Эмиратов или что-то поменялось? Топ стран, в которых мы отправляем именно семьями, молодежь и любую категорию, это остается Турция, Египет, Эмираты. Почему? Потому что для наших туристов там идеальный отдых на все включено. Турист прилетел, и он уже не думает ни о чем, в нем организовано и питание, и развлечение, и анимация, ну и хорошая территория с прекрасным сервисом отеля. Это три категории, три страны, в которые у нас больше всего летают туристы. В том числе короткий перелет, то есть это порядка 4-5-6 часов. Это является немаловажным фактором при выборе отдыха с детьми особенно. Но это вот классика. А что касается каких-то новых, открываются ли какие-то новые маршруты сегодня? Да, новых маршрутах все больше добавляется после пандемии. Это также Маврикия, Сейшелы, Мальдивы, Грузия добавилась, также Венесуэла, ну и такие страны. Хайнань, Китай, которые ждали очень долго. Из Москвы начали прямые рейсы. Цельники какие? Вот если в Грузию вы упомянули, в Грузию можно как, за сколько полететь? Ну, в среднем это 140 и более, на двоих, на неделю, потому что Грузия это интересное место, где хорошая экскурсионная программа, конечно же, туда нужно... Но туда с собой еще надо взять определенную сумму, поскольку обычно отели на завтраках, и в основном вы проводите время в такой стране вне отеля, то есть активные экскурсии, поездки. Ну, то есть вариации все-таки остаются, да, то есть нельзя нам говорить, да, что только вот эти три топ-страны, да, просто там самый такой, самый большой поток. Да, направлений, на самом деле, очень много, да, в том числе российские курорты. Вот да, российские. Да, ну про российские мы еще поговорим. Вот страны открыты, но порой бывает так, что ценники, конечно, заоблачные, но это мы уже, наверное, про Европу поговорим. Туда сегодня добраться, возможно, невозможно, какие реалии? На самом деле возможно. Конкретно у Пегас Туристик есть стыковочные рейсы с вылетом из Уфы через Анталию, можно попасть в Грецию. Также помогают они визы оформлять, личная подача, естественно, нужна, потому что, ну, немного ужесточили правила для въезда. Поэтому Греция открыто ждет нас, полетная программа уже стоит, Пегас Туристик вам поможет в осуществлении вашей мечты. Ну, а вот как проведут майские праздники наши горожане, и приходят ли уже сегодня, и куда чаще это, какие направления выбираются? Туристы уже давно забронировались на майские праздники, потому что знают, что это самое востребованное направление именно для мая. Это наши Сочи, Абхазия, конечно же, Турция. И сюда же подключаются Эмираты, как обычно, Египет. Те, кто ждал майских праздников, на самом деле уже забронированы в феврале, потому что это короткие они, но очень активно проводят время. В это время и звезды турецкие приезжают в отели, чтобы порадовать наших туристов. Ну, и по России, как бы, тоже много организуется праздников, событий. Ну, то есть, получается, что вектор у нас перемещается все-таки на внутренний туризм. Вот вы сейчас перечислили, есть такая тенденция, она колоссальная. Последние годы, да, это действительно так, ну, в свете последних событий, да, санкций и так далее. Но это неплохо, это хорошо, правительство вливает огромные средства в развитие наших курортов, таких как Сочи, Дагестан, Каспийское море. Там тоже есть отели хорошего уровня, которые готовы предложить туристам отличный отдых. Из экскурсионных программ, вот я знаю, что сегодня особой популярностью пользуется Золотое кольцо. Это автобусные, наверное, туры какие-то, да, вот если брать эти направления. Больше автобусные туры востребованы у нас не по Золотому кольцу из нашего региона почему-то, а это Тюмень, горячие источники, также Казахстан, Астана, Казань. Есть автобусные туры и в Питер уже появились, но они для группы в основном востребованы. И сейчас появляются туры на Алтай. Золотое кольцо, автобусный тур, это уже из московских регионов, то есть из Москвы больше. А у нас конкретно вот те направления, которые есть. Ну, у нас есть прямые перелеты из Магнитогорска до Москвы, поэтому можно скомбинировать. Все это тоже делает Пегас Туристик. То есть, да, золотое кольцо тоже возможно, да? Внутренний, международный туризм, автобусные туры, близлежащие, там может быть Карагайский бор. Мы тоже можем оформить. А насколько, кстати, автобусные туры, насколько народ включен активно, ну, покупает автобусные туры или все-таки осторожно? Больше предпочитают самолетные. Все-таки, как не крути, да? Потому что это быстро, два часа и вы в Сочи, из Магнитогорска прямой рейс. Два часа и вы в Санкт-Петербурге. Это очень комфортно, в том числе для людей в возрасте, либо с детками, если долго ехать. Ну, и тут, знаете, мне кажется, это дело даже не только в комфорте, а когда у тебя две недели на отпуск, да, и выкружите. Пять дней, это неразумно, я бы сказала, тем более, что цены на билеты очень адекватные. Если брать во внимание, вот прошлый год, наиболее популярные какие были направления, и сейчас вот уже, ну, вот если по аналогии, это лето планировать. Будет ли оно другим, кстати? Наш российский турист, и конкретно в Магнитогорске, конечно, любит море, и все включено. Потому что замены этому типу отдыха не существует. Когда вы один раз оплатили путевку и наслаждаетесь всеми благами. Аквапарками, дискотеками при отеле, анимационными программами, завтрак, обед, ужин, перекус, бар на бассейне, бар на пляже и так далее. То есть это страны Египет и Турция, это то. Но вы говорили, вот минеральные воды тоже пользуются популярностью. Это что, люди выбираются на туре? Это больше для лечения тогда уже, получается, едут или красотами полюбоваться? В основном лечение, потому что Кисловодск, Железноводск, Кисентуки, это самые ближайшие наши курорты с минеральной водичкой, где можно приехать на неделю и себя подлечить. Ну, естественно, там горы, красивая природа и очень хороший персонал. То есть вот жалоб нету конкретно на Кавказские минеральные воды по сервису и по персоналу. То есть все достойно. Да. Ну, а вот как вы считаете, очень многие, например, когда начинают выбирать между этими же топовыми странами, к которым мы привыкли, Египет и Турция, и выбирать внутренний туризм, ну, эти же, например, Сочи или, допустим, минеральные воды, и говорят, что в итоге получается внутренний туризм дороже. Это действительно так или нет? А комфорт? А комфорт вроде как уступает. Ну, по крайней мере, может, не комфорт, но сервис, да? Как вам кажется? Да, это имеет место быть. Однозначно, мы с этим сталкиваемся ежедневно. Да, действительно так. Сегодня я буквально проверяла, поскольку апрель очередной отобрание во бронирование, цены чуть подросли, но они в любом случае остаются более выгодные, чем ближе к сезону бронировать тур. Намного выгоднее все-таки за границей остается при all-inclusive, да, потому что на наши курорты нужно с собой в любом случае брать еще дополнительные средства. А вот если семья, допустим, стандартная, муж, жена, двое детей, ну, в среднем, вот, если брать Турцию, сколько сейчас обойдется, сколько нужно подкопить людям, ну, если к летнему сезону, там же цены, наверное, подрастут. Вот что вы посоветуете? Забронировать, копить, дождаться летнего сезона, как? Мы посоветуем однозначно забронировать заранее, потому что в начале сезона идут хорошие снижения цен от туроператоров и от самих ательеров. То есть разница в 30%. Если турист приходит в май или в июне уже покупать тур, цена намного выше. И, конечно же, если мы выбираем семью, допустим, с малюсенькими детишками, да, разный возраст может быть, то в среднем это на семью 220 и более. Если дети повзрослее, то это уже за 300 тысяч. Это мы топовое направление смотрим, Турция и Египет. По России, если брать Сочи на завтрак, допустим, да, то цена будет, ну, незначительно ниже на семью где-то 200 тысяч. Еще бы хотела добавить, что преимущество раннего бронирования заключается в том числе в том, что вы можете внести частичную оплату. То есть это порядка 30% сейчас вот на апрель по состоянию. Остаток вы можете доплатить за 2-3 недели до вылета. То есть это беспроцентная, по сути, рассрочка получается. Либо если вам нужны более длительные сроки, допустим, год или 24 месяца, 36, у нас у Пегас Туристик в том числе есть кредитование на выгодных условиях, которые оформляют наши менеджеры непосредственно в офисе. Нужен только российский паспорт. Ну, то есть вы вот советуете, вот если отпуск планируют, то вот сейчас уже приходите бронировать именно вот в апреле. Мы сами забронированы всегда заранее. Да, и все наши семьи. Да, ну, то есть вот, кстати, да, интересно, то есть нет такого, да, что вы сидите действительно и ждете каких-то этих, да? Нет, все наши менеджеры, кстати, это наше преимущество. Мы постоянно активно путешествуем. У нас сейчас, например, есть новый сотрудник относительно, зимой она слетала в Египет, посмотрела отельную базу, сейчас она поедет у нас в Турцию осматривать. У нас все менеджеры проходят обучение именно на практике, поэтому нам можно 100% доверять. Мы не работаем только по отзывам, да, в интернете. Мы сами, сами, своими глазами видим непосредственно. Вы не нужны менеджеры, нет? Мы вас запишем. Хорошо, да, спасибо. Ну, а вот вы путешествуете, лично вам вот что? Какой, да, любите его отдых. Да, больше всего нравится. Я обожаю Азию. Я буквально вот в декабре летала на свой день рождения, сделала себе такой подарок в Таиланд, остров Фукет. Очень люблю это направление, тропики, теплое море, фрукты, морепродукты. Юля, я знаю, у нас очень любит Турцию, направление Даламан. Это, кстати, новое направление, которое пегас-туристик активно развивает. Это греческая сторона Турции, поэтому там очень много перекликается природы, культуры с Грецией. Шикарная природа, горы, козочки горные, вот, прекрасная кухня и очень чистое море. Ну, новое направление, но туристов все больше узнают об этом. И каждый год уже возвращается больше туристов именно в тот регион, Эгейское море. Вы знаете, я очень тоже люблю Даламана, как, например, из Магнитогорска добраться до Даламана, потому что всегда это очень проблематично было, и только через это. Есть прямые рейсы из Уфы и Екатеринбурга, да, на рейсах собственных авиалиний, пегас-туристик, да, пожалуйста. Трансфер, медстраховка, полный пакет под ключ. Ну, то есть, в любом случае, приходить в пегас-туристик, вы поможете, вы все подскажете, расскажете, как что, и, наверное, учитываете пожелания. Бывает так, что человек приходит, хотел куда-то в одно место отправиться, а вы... А улетел совершенно в другое. Да, но только если его согласие. Да, все, естественно, согласовывается с клиентом под его бюджет, под потребности. Поскольку мы знаем весь ассортимент продукта туристического, да, мы можем что-то такое неожиданное предложить клиенту. Но все-таки бывает. Конечно, да. И нам доверяют наши туристы. Спасибо, что пришли. Я думаю, что наши телезрители много сегодня любопытного и полезного почерпнули. Мы говорим о планировании предстоящего летнего отдыха, ну, и вот майских каникул, которые уже не за горами. Звоните 35 55 00. Как вы проводите свой отпуск? Делитесь своими впечатлениями, что вы выбираете, ну, и задавайте вопросы нашим экспертам. Мы продолжим сразу же после рекламной паузы. Внимание! Ярмарка! Магнитогорск! Встречай! Швейное предприятие город Кинишма. Лучший отечественный трикотаж. Свежайшая рыба Камчатки и белорусские деликатесы. С 28 марта по 6 апреля. Дворец спорта Рамазана. 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 Сидячая работа? Нет времени на занятия спортом? Не хватает физической активности? Чувствуете переутомление? Есть выход. Тренируемся на работе. Со вторника по пятницу в 13.50. Каждую среду в 20.00 она будет говорить о том, что действительно волнует всех. Нет мелочей в нашей жизни. Мужчины тоже могут присоединяться. Интересно будет всем, как и всякий раз, когда в эфире... Юлия Бударина. Проект не мелочи в жизни. Умные, добрые, талантливые, общительные. Давайте знакомиться поближе. Меня зовут Данил. Полина. Кирилл. Я люблю читать книжки, рисовать. Танцы разучил. Пару стихов написал. Шахматы играть. Слабал. Мечта. Я хочу стать поваром. Зубным врачом. Чтобы я забавляю в какую семью. И все. Это моя самая главная мечта. Программа «Дорога домой» в эфире телекомпании ТВН каждый вторник в 18.50. Ой. Это я? Да. Вау! Наша красота! Супер! Ой, вообще беспокойная! Ничего себе! Красавица! Это я. Жду мужа с работы. Сейчас он зайдет. Хочу посмотреть его реакцию. Красиво. Это я! Вау! О, какая интересная стала. Обалдеть! Преображение в субботу в 19.10 на Тенуин. О, какая красивая! Да, преобразили тебя, конечно. Магнитогорское времечко. И мы продолжаем. Говорим сегодня про летние, про планирование летнего отпуска и про предстоящие майские праздники. И к вам, уважаемые телезрители, обращаемся. Задавайте вопросы нашему эксперту. Следующему сейчас мы его представим. Ну и, конечно, рассказывайте свои истории. Как вы проведете, ну, допустим, майские праздники, да, предстоящие. Куда вы отправитесь? Здесь, я думаю, что не все поедут на грядки. Кто-то, наверное, проведет по-другому свой вот этот уикенд. В конце марта президент Владимир Путин провел специальное совещание по нацпроекту «Туризм». Это обновленный национальный проект. Обсуждали круглогодичные морские курорты. То есть задача сейчас какая стоит, чтобы у нас, у граждан России, круглый год был доступ к морям, к нашим, чтобы мы могли туда отправляться. И самое главное, чтобы это было доступно, было недорого. Среди проектов, которые входят в этот большой национальный проект, есть такой, называется он «Пять морей», как в раз. И планируется, что на всех наших морях и на озере Байкал построят огромные такие современные комплексы, там такие проекты космические, какие-то неземные такие объекты. Вложить в это предполагается полтора триллиона рублей, при том, что, важно заметить, порядка 300 миллиардов лошадь государства, а все остальное инвестиции. Но инвестиции это, конечно же, хорошо, потому что это развитие нашей экономики. И вот еще немножечко цифр. Обсуждалось то, что где-то до 5% к 2030 году вырастет вклад «Туризма» в наш ВВП. Это рабочие места новые, опять же, развитие инфраструктуры и развитие нашей страны. Ну, сегодня у нас звучат такие, я не знаю, географические локации, названия, которые, мне кажется, для уха туриста звучат, наверное, как музыка. То есть, вот даже то, о чем ты, Юля, говоришь, о разных морях. Вот озеро Байкал прекрасное, которое, мне кажется, тоже сейчас пользуется огромным спросом у туристов. И такой есть туристический наплыв. Но и все-таки, тем не менее, мы говорим об актуальном, да, это майские праздники прежде всего. И есть еще статистика по данным аналитиков «Яндекс.Путешествия». В пятерку наиболее востребованных для отдыха в майские праздники городов вошли Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Минеральные воды и Махачкала. Вот такой список. Ну и самое вот меня, что поразило в этом списке, там нет Москвы. Казалось бы, да, казалось бы. Почему так происходит? К нам присоединяется Нелли Гавина, руководитель туристической организации города Магнитогорска. Здравствуйте. И вот хотелось бы сразу вас спросить, почему именно вот эта пятерка, и действительно ли она в последние годы так востребована? Пятерка вот этих городов. И где Москва? Востребована у туристов. И где Москва? В Москве, наверное, уже все побывали. И охота все-таки расширить свой кругозор уже в более, скажем так, дальние уголки нашей страны большой. Поэтому, да, на самом деле, ну, Санкт-Петербург также, он востребован всегда. Ну, казалось бы, да, кстати, да. Но все-таки это культурная столица нашей страны, и все больше и больше развивается исторически. То есть экскурсионная программа мощная, поэтому они остаются вступить. Поэтому ее никуда не нужно. А вот то, что сейчас будет туристическая МСДА взиматься при посещении. Да, это как отразится? Ну, скажем так, к этому уже все привыкли. То есть это не такой большой туристический сбор берется. Но, да, мы предупреждаем клиенту, которые едут уже непосредственно в Санкт-Петербург, что это да, это будет, это новшество. Ну, куда деваться? Кто хочет погрузиться в исторические ценности. Да, то, конечно, неприятно, но что делать? То есть к этому, скорее всего, к этому уже все скоро придут. Ну, начали с таких, с развитых городов. Вот, да, вот про эти пять городов вернемся, да, что так они популярны. Ну, давайте с Дагестана, да, допустим. Если взять Дагестан, да, на самом деле это последняя фишка. То есть Дагестан настолько стал быстро, стремленно развиваться последние 2-3 года. Выставили достаточно много полетной программы в Махачкалу прямые перелеты. Это Челябинск, Екатеринбург, Уфа, да, они летали. То есть цены достаточно приемлемые. То есть если Дагестан мы рассматриваем, то там полетная программа 2-3 раза в неделю. То есть клиенты могут выбрать как 3-4-дневные, так и недельные, так и 10 и 12. Ну и более, да, то есть дней. То есть, в принципе, это очень приемлемо, скажем так, под свой отпуск. Ну и также майские праздники, да, то есть хоть они достаточно в этом году такие широкие, большие, да. Но, тем не менее, можно выбрать на любой вкус. Ну вот вопрос, почему Дагестан? Ну, опять же, это природа, это гастротуризм, да. То есть все знают, что Дагестан славится своим изобилием блюд, национальных блюд. Плюс шикарные исторические места, шикарная природа, да. Шикарная природа, то есть это каньоны, это близость также к другим районам, куда можно съездить на... По соседству посетить. Да, 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 то есть совместить не только одну республику, да, край, но и посетить несколько. Вот, ну и тоже море. Конечно, море это не... Не пляжный отдых, да, это точно, да? Ну, нет, почему? Пляжный, пляжный, да, достаточно хорошее море. Единственное, что оно мелководное, да. То есть тоже такое на любителя, скажем так, да? На любителя, да. Когда вот у нас приходят, а что-то море совсем такое, да, вот идешь, 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 идешь и по колено. Ну, нет, конечно, где-то можно уже искупаться, в конце концов, но, конечно, это не в том восприятии, как привыкли. Мы привыкли к этому, да. Но, тем не менее, море, оно есть на самом деле, оно хорошее. Единственное, оно не такой продолжительный сезон, как, допустим, в Сочи. Ну, кстати, Нелли, вы скажите, Сочи у нас по-прежнему все-таки остается, никак оно не вписывается у нас в тему бюджетного отдыха. Да, отдыха. А Дагестан, вот он удерживает эти позиции? Потому что мне вот кажется, что во многом популярность его обусловлена тем, что все-таки вот удерживают, а недоступность, да, его держат вот в этом сезоне как? На данный момент, да. На данный момент, конечно, Дагестан намного дешевле, если можно это так назвать, да, намного дешевле, нежели Сочи. То есть на майские праздники, вот буквально вчера подбирала клиентам, 5 звезд, шикарный отель на полупансионе 95 тысяч на 9 ночей. В Сочи такого нет. То есть такого уровня, если, да, это будут 2-3 звезды, там пусть также полупансион, завтрак, ужин, но не будет таких цен. То есть на данный момент пока Дагестан только расстраивается, только набирает обороты, то есть это вот тот момент. А вот за счет нас проекта, если он так разрастется, как потом попадешь туда? Цены вырастут? Ну, потом, конечно, вырастут, вырастут. Причем, если вот сравнивать, опять же, когда покупать, вопрос, да, конечно, как всегда, хоть многие уже и зарекают, что на раннем бронировании мы не будем бронировать, да, это вот придем и завтра улетим. Но, к сожалению, по России это не прокатывает. То есть это все-таки надо заранее покупать, потому что если вот в августе даже смотреть, там выбирать нечего, потому что отелей не так много, полетной программы поставили достаточно много, то есть кресел места намного больше, чем спальных, вот скажем так. Поэтому, когда в августе открываешь программу и смотришь ценовую политику, то есть там выбирать особо нечего. Получается, что сейчас мы уже на майские не можем запланировать, да, уже ничего нет? Нет, на майские почему нет? На майские праздники можно и нужно, да, но просто это не купальный сезон еще. Для Дагестана это достаточно еще, скажем так, рановато. Погулять, подышать, то есть очень можно. Причем в Дагестане очень много и оздоровительных программ, то есть и по омоложению, и по оздоровлению, и по очищению. То есть там достаточно много таких моментов, которые можно рассмотреть не только море, но и... Куча вариантов, то есть, да? Да, то есть... Ну, говорят, что все-таки дефицит еще в сервисе, в гостиницах, но шикарная природа, вот она. Она все скрашивает, она все скрашивает. Да, да. На самом деле, ну, если взять Россию в целом, то есть по сервису, по всему остальному, это, конечно, нам еще далеко. До того уровня, ну, скажем так, да, заграничного, куда привыкли летать наши туристы. То есть, если Дагестан строится, построить можно очень быстро, то научить человека к сервису и к правильному, скажем так, услуживанию, конечно, это нужно... Да, да, это нужно очень долгое время. В общем, этого еще пока ждем. Долго будем ждать, но тем не менее. Но тем не менее, нет. Вот если даже взять отели, ну, скажем так, если вот рассматривают гостиничную, гостиницу как место пребывания, то комфортное пребывание это будет, да, сервиса, скажем так, его можно же избегать, по большому счету уже гостиницу берут только для переночевать, покушать вкусно. Вот, это не турецкий отдых, да, чтобы в отеле было. Ну, наверное, компенсируется кавказским, я думаю, гостеприимством. Да, то есть, они все-таки, пусть и не настолько, скажем так, обучены сервису, но свою кавказскую, изюминка, своя кавказская, она... Это Магнитогорское времечко, 35-55-00. Мы сегодня планируем летний отпуск и майские каникулы. Присоединяйтесь, задавайте вопросы нашему эксперту, рассказывайте свои истории, как вы будете проводить майские праздники. Сейчас посмотрим сюжет, потом вернемся в студию прямого эфира. Это будет почти космическое сооружение, состоящее из основного здания, атриума и прилегающих к нему пяти блоков. На территории притяжения продолжается строительство детского крытого центра развлечений. Напомню, что, согласно немецкой архитектурной концепции, все наши здания напоминают такие ломаные кристаллы. Либо один кристалл, либо кристалл из нескольких частей. То есть, если мы посмотрим на план здания, то он напоминает собой такой пятилистник в форме такого разломанного кристалла. Символизирует также нашу архитектурную концепцию, то есть это ломаные кристаллы. Работы по строительству комплекса начались в первых числах ноября 2023 года. На объекте трудятся сотрудники компании «Енер Холдинг» из Уфы. Это инженерно-технические кадры. Задействовано возведение объекта 14 единиц техники. Сейчас идет активная стадия строительства, заканчиваются монолитные работы. На текущий момент завершили работы по фундаментной плите. Завершаем работы по вертикальным конструкциям. Это колонны железобетонные, стены. Приступили к монтажу металлоконструкции. На текущий момент статус по монтажу металлоконструкции порядка 43%. Параллельно ведется подготовка к устройству инженерных сетей и изготовление фасада. Фасад состоит из двух частей. Это наружные перфорированные кассеты, внутренние гладкие кассеты, ну и внутреннее освещение. И за счет этого возникает эффект парения, воздушности. Достаточно такой интересный конструктив. Одной из главных особенностей сооружения станет и крыша атриума. Она будет представлять собой свето-прозрачный купол площадью более тысячи квадратных метров. Его уже изготовили в Новосибирске лучшие специалисты страны. Конструкцию купола планируем поставить в начале апреля. Ну и приступаем уже к монтажу. К концу лета, я думаю, мы завершим полностью устройство купола. Это его остекление, это его герметизация. Достаточно интересные здания. Таких зданий мы еще не строили. Летом 2024 года детский парк развлечений примет окончательное архитектурное очертание. Специалисты закончат герметизацию здания. В осенне-зимний период будут проведены работы по монтажу внутренних инженерных сетей и отделке помещений. Завершатся работы по строительству комплекса летом 2025 года. Парк развлечений будет запущен в работу наряду с другими объектами четвертой очереди. Это Магнитогорская времечка и мы продолжаем. Мы сегодня планируем майские праздники. Как, кто, куда отправится. До нас дозвонилась Татьяна. Вот сейчас она нам и расскажет. Татьяна, здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, как вы планируете провести предстоящие майские каникулы? Майские каникулы просто есть не у всех. Это точно, кстати. Да, и шестидневные, то есть на майские не планируем выезжать. Планируем на лето. Ну давайте расскажите про лето, что у вас предстоит послушать. На лето мы планируем северо-западные регионы, то есть не пляжный отдых, а именно больше экскурсионный. То есть вы любители все-таки таких экскурсионных маршрутов? А конкретная локация какая? А что такое северо-запад? Это какой город? Что выбрали, да? Начиная с Санкт-Петербурга, Карелии и соседней еще регионы. Кроме экскурсионного туризма, там же есть и гастрономический, и можно и детский отдых. Просто зависит от того, какая цель. Ну слушайте, звучит хорошо, так? Мне нравится. Татьяна, а вот предыдущего отпуска вы где проводили? Расскажите, может быть, что посещали такое интересное впечатление поделитесь? Посещали разные регионы, то есть в том числе и по Челябинской области ездили экскурсионно по гастрономическому туризму, посещали Сочи, посещали Калининградскую область. Где понравилось больше всего? Регионы разные. Все разные. У каждого есть что-то интересное. А вот Челябинская область, часто у вас заложен такой маршрут? Частенько вы путешествуете именно по нашему региону, по Челябинской области? Нет, не часто. Не часто. Здесь нужно по городам, по тому, что посещать, именно с какой целью туда ездить. Можно гастрономически, можно музеи посещать. Спасибо, Татьяна. Пожелаем вам счастливого пути и прекрасного отдыха, чтобы массу впечатлений вы привезли оттуда. Ну а мы вот как раз-таки обратимся к внутреннему туризму, к Челябинской области. К самому внутреннему, да? Да, потому что развивается ли она сегодня, как развивается. Но я думаю, достаточно у нас есть туристов извне, которые приезжают к нам. Извне? Да. Или это только свои же? Курсируют по области. Почему нет? Кстати, в последнее время достаточно широкое, скажем так, авиасообщение, то есть оно развивается. Ну, про Магнитогорск, конечно, это ограниченные города, вылеты и прилеты. Но если говорить о Челябинске и Екатеринбурге, то на самом деле очень много поставили полетной программы. То есть понятно, что туристы наши летят в другие города, но и туристы из других городов прилетают к нам. То есть если говорить о Челябинской области, то это, конечно, самое такое наслышанное – это промышленный туризм. То есть очень много туристов и из-за рубежа в том числе приезжают посмотреть непосредственно на градообразующие предприятия, как Магнитогорская, так и Челябинская. Это вот мы сейчас говорим о Магнитогорске, да? А если из Магнитогорска, то вот куда бы, например… Куда нам податься? Посоветуйте. Куда податься? По Челябинской области, да. А, по Челябинской области? Да, по Челябинской области. То есть, конечно, это и санаторий, и гостиница Челябинской области, то есть у нас Крайозер. Крайозер – это действительно уникальная. Крайозер, да, это санатории, которые, скажем так, разноплановые, опять-таки, да, и подлечиться, и отдохнуть, и, скажем так, можно и на неделю, и на две, и с детьми, и без детей, да, то есть, опять же, это, если по Челябинскому, то есть и глэмпинги, да, то есть это вот новое направление, которое последние годы… Ну, для тех, кто предпочитает такой вот бескомфорта, да, дикий такой вот эфиристический, да. Ну, скажем так, ну почему? Глэмпинг, он тоже достаточно комфортный уже сейчас, это, скажем так, поначалу было такое, что это палатка. Немного экстремально, да, сейчас это уже нет. Да, вот, в степи палатка. Нет, на самом деле сейчас глэмпинги, они достаточно комфортны, то есть есть весь тот минимум, который необходим для человека. И шикарная природа. И шикарная природа вокруг, да, то есть это вот как раз для граждан, которые устали от суеты, от машин, от людей, от телефонов, да, от звонков, вот, это на самом деле вот для тех людей, которые хотят забыться и уехать на несколько дней, чтобы перезагрузиться. Ну, это вот, и, в принципе, это подходит тур выходного дня, это тоже, да, это такой предельный вариант. Мы много говорим о Болтае, да, сейчас и говорим о неком таком эритрии, так, да, и духовных путешествиях. Очень много, кстати, этого сейчас и в Челябинской области, и Башкирия, да, вот это, конечно, наше великое достоинство, что мы вот так вот, вернее, нам повезло, что мы граничим с Башкирией. Да, ну да, 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 возвращаемся к этому, конечно, да. Возвращаемся все, то, что мы в таком крае находимся, что куда ни посмотри, везде, везде может грозить и перезагрузка, да, это точно. А исторические какие-то моменты? Ну, исторически, если в Челябинске, да, то это музей, конечно, да, это музей нашего всеми известного прилетевшего к нам метеорита, да, то есть, вот, ну, исторически, что еще можно так особо... Ну, с культурами там познакомиться, да, с какими-то... Да, с культурами Челябинской области, да, и Челябинска, то есть, театры, то есть, это, да, это, на самом деле, начало опять развиваться, много спектаклей, много приезжих спектаклей, да, то есть, если вот, ну, посетить столицу Челябинска... Задастся целью, да, и могут себе выстроить тоже машину. И, опять же, под Челябинск, то есть, есть Златоуст, там можно съездить на Златоустский оружейный завод, да, то есть, в Южнеуральск можно съездить, есть сыроварня, то есть, делают экскурсии, даже из Матагорска, вот, 30-го числа у нас была экскурсия на сыроварню, в следующие выходные можно съездить на кондитерскую фабрику, то есть, в принципе, можно рассмотреть и такие, как и гастро. То есть, мне кажется, тут очень важно просто понять, что тебе нравится, да, в какую сторону уж больше вылежит твое сердце, да, твоя душа, то есть, если тебе интересна историческая, да, часть, то, пожалуйста, маршрут может быть историческим, да, по всем этим городам заводской культуры, да, опять же, мне кажется. Да, на самом деле, мы делали же, да, вот, так же, кольцо, есть Золотое кольцо России, да, есть Золотое кольцо Челябинска. Да, 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 Иванов, кстати, говорил писатель, да, он, по-моему, как-то его назвал, то ли стальное, по-моему, да, стальное кольцо, да, стальное кольцо России. Самостоятельно спланировать маршрут, это сегодня вот популярно и не опасно ли, и часто ли вот южноуральцы прибегают к такому варианту? На самом деле, чаще и чаще, да, потому что доступность, да, доступность самостоятельной покупки авиабилетов и также места размещения сейчас очень-очень сильно развивается, очень много платформ, очень много рекламы по развитию вот данных проектов. Опасно, не опасно? Ну, честно скажу, а… Рискнуть можно. Рискнуть можно, но на самом деле очень часто люди ошибаются, ну, как не ошибаются, потому что есть очень много сайтов-двойников, да, когда ты приезжаешь с детьми, а там нету ничего, либо несоответствие фотографий, да, то, что выставляют на сайте, а вы приезжаете, а там на самом деле совсем другое. Ну, вот как себя обезопасить, как тут вот что-то посоветовать, как предоставить? Ну, это есть турагентство, для этого есть турагентство, на самом деле, да, ну, здесь не кривить душой, да, то есть на самом деле мы ездим, проверяем, скажем так, те объекты, которые предлагают туроператоры, мы общаемся с туроператорами, то есть если что-то, какой-то вопрос, то легче и быстрее решить, и безболезненнее решить. Это более гарантированно, скажем так, да? Это гарантированно, да, конечно, и, кстати, не всегда дешевле, то есть если вы покупаете на сайтах, да, если покупаете на сайтах, скажем так, там Островок, да, МТС, сейчас вот броневик, Яндекс, да, то есть вы идете как единичный покупатель, у туроператоров цены блочные, то есть они блоками берут, они берут бартером, ну, то есть вернее, большим объемом, за счет этого цена намного ниже. То есть существует своя скидочная программа, которая позволяет немножко, по крайней мере, да, там балансировать и где-то может быть даже сделать чуть дешевле. То есть да, конечно, если клиент хочет подешевле, то есть это частный сектор, конечно, не все частные секторы работают официально, да, с туроператором, поэтому мы не можем данный, скажем так, сегмент предложить, но тем не менее, в принципе, все варианты всегда возможно рассмотреть. Вот хотелось бы, ну, уже, не знаю, тут под занавес узнать у вас, что мы, мы сегодня говорим, планируем майские праздники, вот сегодня что у вас требовано у магнитогорца, с чем приходит большую, да. Сейчас, кстати, вот популярностью, также Калининград начали спрашивать. Да, вот Калининград, да, вот забыли немножечко. Два года назад были, полетная программа, достаточно большая была, это Уфа, Челябинск, Екатеринбург, да, на Калининград очень много клиентов слетали, понравилось, рассказали. И на следующий год, вот в том году, лето, сняли полетную программу, очень много желающих было, да, с Екатеринбурга одна полетная программа была уральская линия, но ценник был просто неподъемный для многих. Вот, в этом году выставили два вылета из Челябинска в неделю, из Уфы, из Екатеринбурга, то есть, в принципе, ценники вернулись, да, вернулись, то есть, достаточно хорошо расширили полетную программу на Калининград, то есть, это радует, это очень, на самом деле, радует, потому что там также есть море, там есть исторические достопримечательности, красоты, природа, да, то есть, это... Ну, и в мае уже там, наверное, все-таки не так холодно, да, потому что все-таки этот... Ну, здесь как попадет обычно, да, конечно, о море говорить там только приходится в июне, да, даже после второй половины, да, вот. Но, тем не менее, погулять исторически, посмотреть, насладиться природой и историкой, то это, конечно, да. Будем подводить итог, наверное, самое главное, это все-таки определиться, что тебе ближе, какой тебе ближе отдых, подкопить денег, ну, и мечтать о предстоящем отпуске в летнем сезоне. Он у нас с вами впереди. Спасибо. Спасибо за внимание, уважаемые телезрители. До встречи. До свидания. До свидания. Спонсор программы – публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». Субтитры создавал DimaTorzok